Теория человеческого капитала, поскольку, ну, я считаю, коллеги тоже, наверное, вы со мной согласитесь, что это самый главный ресурс нашей страны, и именно в наших с вами силах его приумножать, развивать, ну, все остальные как-то, они потом уже подтягиваются. А вот человеческий капитал, интеллектуальный капитал, это то, чем мы с вами занимаемся, что мы с вами наращиваем. И если какие-то, ну, какое-то вот желание, я могу и что-то из второй части рассказать. Итак, ну, не знаю, интересно вам, как начиналась работа над нашим учебником? Пригласил меня наш декан Вячеслав Алексеевич и сказал, что вот такая задача стоит, те учебники, которые существуют сейчас, и тот подход, который отражен в учебниках для школы, на тот момент, а начинали мы работать в 2015 году, то есть когда мы сели, и он мне сказал, собирай коллектив, будем делать новый, новый подход, новый взгляд. И мы готовились к тому, к концепции, которая параллельно готовилась в Государственной Думе для преподавания этого предмета, этой дисциплины. Особенность нашего учебника заключается в том, что я забрала лучших специалистов на нашем факультете по каждой из областей знаний. И вот как раз сегодня тоже именно об этом скажу. Честно скажу, было две трудности у нас. Первое, поскольку я забирала лучших, то это были профессора по социологии, философии, политологии, праву. И, конечно, первый текст, который мне дали мои коллеги на уровне профессорском, университетском, это было просто вот нечто. И я собрала их и сказала, вот теперь то, что вы там написали, попробуйте рассказать 12-летнему ребенку. Потому что начинаем мы с 6-го класса, а там начинается с понятий добра и зла, и, конечно, научным языком рассказать ребенку. Причем так, чтобы он не убежал от вас через 3 минуты. И, собственно говоря, прежде чем уже садиться за переработку материала, который у нас уже в голове, мы фактически занялись изучением психологии. И это тоже психологии современного поколения. Первые тексты мы опробовали на наших близких, родственников. Я всех друзей заставила дома, на подростках, пробовать, как воспринимается текст. Благодаря редакции, да, которая, собственно, огромную методическую работу провела с нашим материалом. Ну, в общем, это такие рабочие моменты. Ну, мы с вами всегда, чтобы выдать готовый продукт, вы знаете, как много нужно туда вложить. Сил, души, знаний, всего. Ну, вот результат перед вами, да, может быть, еще какие-то особенности вспомнятся. Ну, а пока вот о том, что мы все время держали в голове, когда работали над этим учебником. Итак, да, опять же, прошу прощения, экономические термины, от них никуда не уйти. Это моя, как бы, сущность, там, более 30 лет я занимаюсь этим, поэтому, естественно, никуда не деться. Знания как капитал. Почему мы вообще рассматриваем знания как капитал? Именно потому, что, на наш взгляд, это действительно самый важный ресурс, который поможет нашей стране выйти и на новый технологический уровень, и добиться конкурентных преимуществ и вообще лидерства в современной мировой системе. Поэтому и знания уже не просто как набор какой-то информации мы рассматриваем, да, а как некий, некую, даже не знаю, как сказать, некая благо, да, которое тоже эти термины мы используем и в нашем учебнике, обладателю которого оно приносит определенные выгоды, определенные преимущества. Наша задача заинтересовать современного ребенка, молодого человека, и сказать ему, внушить ему и показать ему, что это именно то, что ему нужно, и то, что в будущем понадобится ему и позволит ему, ну, быть счастливым, да, наверное, потому что все мы хотим применять те ресурсы, которые у нас есть, и получать от этого радость, удовольствие, гордиться собой. И, собственно, вот эта идея, она и все время проходит через все наши материалы. Обладая знаниями, это сегодня действительно возможно, а дальше еще больше. Я скажу, почему дальше еще больше. Тут тоже есть определенный взгляд, но такая немножечко интрига. Почему именно для этого поколения, для этих ребят, которым сейчас, там, 12 и больше лет. Это очень важно. Мы видим с вами, не хочу про негатив, его и так в жизни много, поэтому лучше, раз уж мы собрались, пусть позитив. Моральные ценности, да, они отодвигаются на другой план сегодня, мы это видим. Но вот честно вам скажу, рядом со мной, дома, иногда ругают, я не могу, я же как бы... У меня дочке 34 года, сыну 21, внуку 12, второму 9. И у меня весь спектр категорий, да, на которых я пробовала этот материал. И я вижу, как меняется отношение людей и в разных возрастных категориях. И каждый из них привносил, когда я обсуждала с ним весь этот материал, не только экономику. Экономику они забили сразу, когда я по ночам с компьютером сижу. Но все равно вот то, что мы обсуждали, каждый из них привносил что-то свое. Поэтому мне кажется, что получилось вот такое, что, в общем, может и родитель понять, и ребенок понять, и использовать для своей будущей жизни. Обладая знаниями и реализуясь в процессе своей деятельности, человек приобретает независимость и ту свободу, в которую мы все стремимся. Ну, естественно, возможности лучшего трудоустройства и более высокий социальный статус, хотим или нет, и как бы наши дети его не отвергали, все равно они поймут рано или поздно, что это приносит дополнительные преимущества к жизни. Но мы говорим о том, что не просто набор знаний нужен. И опять же, это в учебнике проскальзывает. Не просто дать знания, которые ребенок возьмет и переварит просто, да, а надо научиться, научить его, чтобы он мог учиться всю жизнь, чтобы он хотел учиться всю жизнь, чтобы ему было интересно жить, чтобы он сам мог искать, где найти материал, как его использовать. То есть, весь методический, все методическое сопровождение наших учебников и в рабочих тетрадях, и в электронной версии учебника мы тоже старались сделать так. Но, честно скажу, сама составляла кроссфорды для электронной версии, чтобы можно было включаться в процессы, а не просто пассивно воспринимать информацию. И еще один такой взгляд, когда мы говорим о том, что человек становится профессионалом в будущем, когда ему не нужно что-то вспоминать, да, то есть он приобретает определенные навыки. А что такое навыки? По сути, мы можем сказать, что навыки – это неявные знания. То есть те знания, которые мы настолько хорошо усвоили, что они ушли на подсознание. Вы же не думаете о том, как крутить педали, когда вы едете на велосипеде, или как нажимать на газ, когда вы в автомобиль. Я, правда, не умею, но представляю, что это делается на автомате. Вот то же самое, очень многие вещи, и как раз навык получать знания, переваривать их, да, это и есть интеллект – отбирать знания. И очень хочется, чтобы эта способность была у наших детей на подсознании. Ну, без Шекспира нашего никак. А я каждый раз об этом говорю, опять же, хоть меня ругают, что идею афоризма, о, извините, эпиграфов, каждому параграфу предложил мой старший внук. Потому что это первое, что он спросил, а эпиграфу будут. Но тут очень интересный момент. Мы собирали эпиграфы и высказывания великих людей, наших современников, ну, из всех возможных источников. Когда сел править окончательный вариант нашего материала, наш научный редактор Вячеслав Алексеевич, узкого безобразия, почему у вас в процентном отношении русских ученых, русских великих людей меньше? И мы сели переписывать. И практически все, и примеры мы старались, ну, конечно, по многим направлениям, по многим сферам трудно дать только российских ученых, российских авторов, примеры какие-то успешные. Но мы старались. И это тоже особенность нашего подхода. И, в общем, здесь цепь полностью заслуга нашего научного руководителя. Ну, вот видите, знание крылья, понимающие нас в небеса. Ну, я думаю, что раз вы здесь, значит, вы тоже в это верите. Поэтому мы с вами заодно. А теперь же, возвращаясь к нашим детям, да, если мы просто посмотрим, как происходит, это и в теории описывается, вот во второй тексте у меня более глубокий взгляд на эту проблему, а здесь просто прямо вот то, как мы изучали, как формируется современный человек. Из какого еще по целу мы исходили, делая наш учебник? С шестого класса, да, ребенок воспринимает в первую очередь себя. И дальше как бы сферами, да, мы расходимся, то есть метод познания себя, своих ценностных каких-то ориентиров, и дальше он вступает во взаимодействие со своими одноклассниками, со своими друзьями, да, он будет отходить от родителей, но он будет больше общаться с ближайшим окружением. Но нельзя, чтобы он на этом замыкался, нужно, чтобы он шел дальше, да, выходил в социум и понимал уже свое место в этом мире, не просто как я внутри себя и как я и тот, кто рядом, а тот, кто я и дальше. Что он для общества, что он для страны, что он может не просто взять от него, а что он может в будущем привнести сюда. И вот это желание изменить мир к лучшему и умение повести за собой, да, это те качества, которые хотелось бы воспитывать в, собственно, наше свете. И когда мы писали к учебнику, начиная с шестого класса и по 11-й, опять же, вот исходя из такого вот сферического расширения, мы и исходили, да, вы видите здесь сначала сознание своего места в этом, в этой жизни, потом работа в командах, создание проектов, это тоже есть даже в рамках школьного учебника и в рамках школы. Здесь развиваются социальные навыки, то есть навыки коммуникации. И дальше у тех, у кого есть к этому склонность, будут развиваться и лидерские, и управленческие навыки. Хотя далеко не всегда и не все будут лидерами вести за собой. Да, но тем не менее, вот в процессе развития интеллектуального капитала и развивается желание творить и вести за собой. Ну, может быть, в разные стороны. Когда мы рассматривали предмет общества знания, да, то, собственно, тут пыталась, не очень хорошо видно, но я так думаю, что можно будет, да, скачать, переслать презентацию, я все оставлю, и вторую тоже, кому интересно. Изучает, это, вот, что, как мы подходим, подходили к этому мету, к этому, к этой дисциплине. Изучает, с одной стороны, человека, с другой стороны, общество и взаимодействие человека и его место в этом обществе. Чтобы развивал наш предмет знания, умения, навыки, компетенции, интеллект. И в то же время, чтобы мы не забывали о том, что должны присутствовать и развиваться моральные и нравственные ценности, кругозор, да, отсюда интересные факты, статистика. Это, как я уже сказала, начали мы работать над концепцией еще в 15-16 году, а вот в этом году весной мы переделывали весь материал, то есть мы его обновляли. И поэтому вся статистика, которая, и планируем делать это дальше, то есть все данные, цифры, по экономике, как вы понимаете, их особенно много, да, вот здесь я сидела и там вот забросит своих студентов. Все это делаем. Поэтому, конечно, считаю, что это все очень нужно. Формировал, что формирует наша дисциплина личность, его мировоззрение и гражданскую позицию. Может быть, в связи с тем, что наш научный руководитель занимает такую позицию сегодня, но тем не менее, может быть, потому что я представляю факультет в государственном управлении, хотя отвечаю за направление менеджмента и занимаюсь финансами и бизнесом, но тем не менее все равно, да, вот гражданская позиция, потому что хочется, что если мы развили интеллект у наших детей, чтобы они не уезжали в поисках лучших условий, да, чтобы они оставались и понимали, опять же, что они здесь, на нашей стране нужны и, как бы, здесь они могут и смогут реализоваться. Охватывает, ну, как мы уже знаем с вами, философию, политологию, социологию, правоведение, экономику. И очень важный еще один момент, который мы тоже хотели соблюсти, поддерживать связь с другими дисциплинами. Хоть мы все с вами из разных, ну, вы, наверное, большинство здесь историки, общественные веды тоже есть, но тем не менее, невозможно сейчас ни одна дисциплина в отрыве от других. И здесь тоже очень интересные тренды можно наблюдать, но в любом случае, коммунитарии мы всегда с вами заодно, да, но и с технорями нам тоже надо. Мне вообще повезло, у меня папа физик, мама коммунитария, поэтому у нее мозги вот так вот встроены. Вот, ну, не знаю, повезло или нет, потому что тут тоже есть и противоречия. И, как я уже сказала, да, хотела создать основу для воспитания, социализации, желания учиться ребенка и накапливать и реализовывать свой интеллектуальный потенциал, но не забывать и про бережное отношение к окружающим людям, к природе и, как я уже сказала, и ответственность воспитывать тоже. Вот, исходя из этого, мы как бы сели работать, когда уже все это для себя сформулировали. Вот маленький слайдик такой, о чем? Вы, наверное, тут же, и у нас тоже есть несколько параграфов о том, какие специальности, какие профессии будут востребованы. Декан прочитал книжку «Шваба 4. Промышленная революция», тоже пришел, сказал, мало у вас, мало цифровых технологий, давайте добавляйте. Значит, сели добавлять. И действительно, если мы говорим о новых специальностях, о новых навыках, которыми должны обладать наши дети, и они обладают, то мы понимаем, что знания в информационных технологиях им нужны как воздух, они владеют ими гораздо лучше, чем мы. Но только мы с вами, ведь я тут сделала побольше стрелочку гуманитарных дисциплин, только мы с вами можем направить, мне кажется, эти знания в нужное русло. Ну вот такой взгляд, да. Мы как бы подтягиваемся за ними в освоении этих технологий, но повернуть их туда, куда мы хотели бы для нашего общества, мне кажется, это наша задача, да, знания человека и общества. Ну вот на этой картинке, как я уже пытаюсь осваивать все технологии, поэтому изощряюсь и рисую всякие. Ну и для своих студентов тоже всякие картинки. Вот как мне представлялось, каким образом знания в обществе из разных дисциплин фокусируются в общество знаний. Вот видите, философия, мировоззрение, ценностные ориентиры. Здесь экономика. Ну я тут написала интеллектуальный капитал, конечно, потому что это мое, да. Но на самом деле, конечно, во всех этих дисциплинах и в исторических, и в других, да, конечно, интеллектуальный капитал, даже может быть, в исторических больше накапливается. Но здесь в основном в сфере экономики мы развиваем профессиональные навыки. Социология, коммуникативные навыки, да, человек ощущает себя как часть мира, социальные капитала накапливаются. Гражданская позиция и патриотизм через накопление политического капитала, да, потому что нужно, чтобы дети знали, что происходит в мире, и чтобы могли адекватно на это реагировать. Не просто так включили телевизор, мы сказали, ужас какой, там выключили, и не надо. Хотя, вы знаете, наверное, что очень у многих у местной бердочки нет телевизора вообще, да. А там у студентов очень у многих, они не смотрят телевизор. Родителям зачастую с вами я запрещаю, потому что приеме, что они грустны, насмотрелись. Опять же, если не телевизор, то остается компьютер и мы. То есть школа, да, учебники и компьютер. И вот как бы больше нет куда. Ну разве что культуру канал включить. Ну это мое мнение. Ну и, конечно, у нас правоведение, потому что действительно надо, чтобы ребята знали, что можно, что нельзя. И, в общем-то, чтобы не нарушать, наверное, да. Поэтому очень много вопросов, которые мы освещаем и с этой точки зрения. Вот еще раз чуть-чуть, да, если позволите, про понятие интеллектуального потенциала, интеллектуального капитала, коль скоро я заявила этот термин, но у нас так принято. Я сказал, а, говори, что это такое. Как я это вижу? Да, интеллектуальный потенциал. Это действительно потенциальная возможность, то есть может быть актуализированная, может быть нет, то есть в действии или нет, способность человека накапливать знания. Для чего? Для того, чтобы они быстро накопились и когда надо, пригодились, да, как бы выскакивали из подсознания и позволяли решать задачи. Но тут вот я говорила об этом на предыдущей встрече с коллегами, тоже интересный момент. До недавнего времени мы как-то над ним не задумывались. Мы хотели, чтобы дети учили уроки и отвечали нам, как написано. И даже вот мне понравилась такая вещь, Карпов сказал, да, может быть помнят коллеги, которые были в Севастополе, что фундаментальность это основа гибкости. Мне понравилось сразу. То есть знания нужны для того, чтобы человек мог, ребенок мог потом их использовать. Но интересно сейчас, чтобы он не просто следовал заученному материалу и формальной логике, а чтобы он мог принимать нетривиальные решения. И таких творческих детей мы ценим больше. И именно они дают возможность какого-то прорыва. Поэтому задушить это просто зубрежкой тоже нельзя. И вот этот посыл тоже как-то мне кажется важен. Ну а интеллектуальный капитал это уже накопленный и реализованный. Когда потребность получать новую информацию и использовать ее в своей повседневной жизни, ну становится у ребенка главным. А наша задача, да, и мне кажется, ну вот этот капитал в нем сформировать. То есть чтобы он хотел учиться всю жизнь. И вот тут то, о чем я не говорила раньше, буквально недавно мне попалась эта теория, кстати, по каналу Культура. Если кто-то видел это теория поколений, Евгения Шамис представила, меня очень заинтересовало. Поскольку я хотела сократить, а потом думаю, если вы перекачаете себе, то может быть вам это тоже где-то пригодится. Можно по-разному относиться к этой концепции, но мне кажется, тут много интересного. Идея в том, что сейчас усуществует 6 поколений. И опять же, если мы ориентируемся на нашего школьника, ребенка, да, то он какие-то задания делает сам, с какими-то обращается братьям и сестрам, с какими-то родителями, а с какими-то бабушкам и дедушкам. Да, и поэтому мы тоже должны это учитывать. Для чего это нужно понимать? Потому что разный взгляд, вообще разный на все. Ну, вот такой интересный момент. Если, ну, наверное, вот сейчас видите, есть поколение победителей, да, это, наверное, наши уже, может быть, ушедшие, но, может быть, кому-то повезло, еще остались представители. Это люди, родившиеся, да, вот в этот период, до 23-го года. 24-й и 43-й. Ну, вот мои родители, я думаю, что многие из присутствующих попадают в эту категорию, да, и которым тоже, вы понимаете, да, в общем, понимаем, о чем говорим. Они тоже общаются с нашими детьми, да, и они тоже по-разному воспринимают, по-другому воспринимают действительность. Они терпеливы, они экономны, они скромны, да, во многом. Но у них есть уважение к иерархии, к каким-то общественным ценностям. Но, тем не менее, видите, они тоже говорят, лучше не врезай, лучше не вмешивайся, да, поэтому молчаливое поколение. Бэнни Бумеры, ну, это, наверное, где-то вот между нашими родителями и нами, наверное, да, это наоборот дух такой командный, оптимизм, да, куда-то поехать, там что-то, что-то развить. То есть, на самом деле, стремление выйти в какие-то позиции лидирующие. И дальше, наверное, большинство из нас с вами попадает в категорию поколения Х, да. А сказать, что у нас безоблачное детство, ну, не знаю, у кого как, но более-менее стабильное, да, мне кажется, было. И казалось, что всё, в общем-то, приблизительно понятно. И тут мы застали такую ситуацию, когда вообще ничего не понятно. И вот, поверьте, я там 30 лет в университете, естественно, что, и осталась-то я там, потому что в 90-е годы подумала, ну, куда я, там, да, у меня ребёнок маленький ещё, куда я пойду, там, в бизнесом каким-то заниматься, в общем, нужно это есть. Ну, и как бы, в общем, а дальше по-разному, да. Я осталась и очень счастлива этому. А потом там уже, исходя из своих знаний, просто делала какие-то проекты, но в любом случае, это вот даже, это то, что, ну, как бы ситуация так сложилась наша в жизни, да. Дальше. Миллениумы. Вот это как раз, наверное, наши дети. Но тут вы видите, младшим 15 лет, а это уже наши с вами ученики, да, вот 15 лет. Если мы говорим, что 6 класс начинается с 12 лет, да, то как раз вот это 16-е, то есть наши с вами ученики, это миллениумы и вот хомлендеры. Миллениумы, да, они другие совсем. Ну, вот мои, например, дети, хотя, вы понимаете, там, мама отличница, и они хорошо учились, но школу не любили, ни один, ни второй. Хотя хорошая школа была. И вот они прям, прям ни в какую. И я не понимала, почему. Потому что как-то там не очень они вписывались, что ли, я даже не знаю. Но все равно, все равно они хотят что-то в этой жизни. И, наконец, вот те, которые, правда, сейчас, в котором 12, да, поколение хомлендеров, они в себе, они в компьютере, и они вообще другие. Я поражаюсь, когда я приезжаю к своим внукам, они сядут в компьютерных программах, они делают какие-то там схемы, что-то паяют, им вообще ничего не нужно. Никто и ничего. Они, правда, музыкалки оба учатся. Но все равно. И я смотрю, там, в первом классе задают составить программу компьютерной игры. Какой там, они рассказывают что-то, я сижу, киваю головой, говорю, да-да-да, мне стыдно. Типа, не знаю, о чем они там. Я говорю, как интересно, вот здорово. Но все равно. И, опять же, мне не хочется, мне не хочется, чтобы они уходили от нас. Поэтому я им про свое, я там пошла писать антографический диктант, принесла им, да, рассказывать, а какие там вопросы. И они, правда, когда им рассказываешь, они, им интересно, они, да, они участвуют в этом. Но без нас с вами они этого не будут делать. Поэтому мне кажется, вот это важно. А учебник, когда мы писали, ну, я обещала пример. Вот если нас с вами спросить, попросить что-нибудь нарисовать. Вот прямо на листочке. Вот большинство из нас с вами представили? Сейчас сидя в машине, в троллейбусе, когда они едут, они вот видят какую-то там другую машину, они делают вот так. Вот так делают. Они раздвигают это. У них вообще другое видение пространства. Оно у них многомерное. И мы все равно должны это учитывать. Ну, хотим мы или нет, мы должны то, что мы знаем, передать им через это. Ну, вот мне так кажется. Поэтому мне показалось, что вот эта теория, она очень интересна. И еще один момент, если вы позволите, есть еще время? Тоже интересная вещь. Ну, опять же, не знаю, хочется как-то, да, проводить время и вне работы, и вне каких-то семейных обязанностей. Ну, вот мне, например, мне повезло, меня втянули в одну компанию. Я, правда, только раз один сходила. Не знаю, есть ли вот в вашем, в вашей области такой, если нет, к кому-нибудь подойдите и пусть делают. Компания небольшой, близкие, у близких друзей идем в кафе и играем что где когда. Вот, на самом деле, вот потрясающая вещь. И я думаю, да, москобойник точно. И меня сын провожал когда вчера вечером на вокзал, я ему рассказывала, а я была позавчера. Там мне понравилось, честно, так здорово. И там был интересный вопрос, и я сразу же включила его в суд. Какой вопрос был? Вот это просто, ну, достаточно простой взгляд на экономику. Конечно, я ее рассматриваю в своих книгах, да, и там в своем учебнике по инновационной экономике по-другому. Но вот там для, собственно, наших детей, наверное, это интересно. Аграрная экономика, потом индустриальная была, потом экономика услуг. И был вопрос на мозгобойни. А потом какой? Сейчас уберу. Уже видел. Так вот, сейчас, сейчас, да, кто-то говорил экономика потребления. Ну, уже даже нет. Уже даже не потребление. Это какой-то промежуточный был так. Может и потребление, но в другом ключе. Экономика впечатлений. И вот наши дети даже в большей степени, чем мы, они больше под это подходят. И действительно, ну, там в нашем поколении, да, мы там мечтаем куда-то поехать, как-то провести отпуск, представляем себя там загорелыми, отдохнувшими, или, да, я не знаю, наконец-то выспавшимися. Какие у нас мечты, да? А у них, им нужно праздник. Вот видите, тут разные картинки. Там, да, все равно им хочется верить в сказку, им хочется верить, что что-то хорошее, да? Вот видите, тут взрослого, тут тоже, в общем, пыталась какие-то картинки нарисовать. Да, этим пользуются, там, да, действительно, крупные компании, которые продвигают товары, да, они там потрошат наши кошельки на этом, но это не об этом. Главное, что это то, чем живет наши дети. Но то, о чем я рассказывала буквально год назад, когда у нас была такая встреча, там, в Сочи, экономика знаний. И я как бы поняла, что нет, пока нет. Это то, к чему мы стремимся. И вот когда говорят об экономике впечатлений, да, я уже не стала это сюда вставлять в слайд, там четыре сферы, да, выделяются. Что дает это впечатление? Там, по-моему, эстетика, уход от реальности, обучение образования, да. Так вот, очень хочется, чтобы уход от реальности, чтобы он не совсем был, а именно для того, чтобы узнать что-то новое и создать новую реальность. И вот тогда, если на этом этапе, почему мне показалось, что это нужно об этом сказать, если мы экономику впечатлений переведем не просто в пассивный, да, какой-то отдых, а впечатление от новых знаний, от каких-то новых творческого процесса. Вот если в этом ключе нам удастся повернуть наших детей, потому что это правда опасно, если они совсем уйдут туда, только в спецэффекты, ну, как бы, да, они не останутся с нами, они уйдут в какую-то свою. Если мы покажем им, что узнавать что-то новое это интересно и это полезно, тогда мы сможем их оставить, ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот. Ну, наверное, дальше уже, может быть, потом уже, в другой части. Два слова, о чем еще тут будет, да, или я планировала. Пространство и культура, я говорила, наверное, об этом те, кто, с кем мы встречались, мы должны просто это учитывать, что и все знания и вся информация практически, и все действия, и даже социализация происходит практически сейчас все больше электронным образом. И мы тоже не можем от этого отойти. Почему мы и делали электронные версии учебника? Хотя, честно говоря, не знаю, как вы, я думаю, большинство, да, все-таки предпочитают, по крайней мере, в отпуске держать бумажную книгу. И это совсем другие ощущения, по-любому, да, поэтому пусть тяжело, но я лучше возьму в чемодан несколько книжек, да, в отпуск, чем я буду сидеть даже, ну, не знаю, мне так приятнее. Но, тем не менее, понимать, что так оно есть, да, мы должны, что они читают в планшете, и это плохо, это вредно, но зато быстро можно найти любую информацию. Ну, и вот, собственно, вот это распространение и культуры, туда проникнуть, там, да, как бы закрепиться со своими идеями, ну, хотелось, по крайней мере. Ну, понимать это надо, да, что это новые и модели поведения, вот у вас тоже сейчас будет, там, мастер-классы, это же тоже новое, да, мы, в принципе, из них нетом можем делать.